всем привет дорогие друзья сегодня у нас на обзоре теремок блин за 6 лет я ни разу не доехал ничего не снял у них не показал и вот я решил сделать доставку как оказалось у них своей доставки нет то есть либо вот какой-то агрегатор либо отдельный прям есть контора который занимается доставкой из теремка я заказал через нее заплатил за это 240 по моему рублей да и хрен бы с ними зато сейчас попробуем много-много блинов из теремочка дорогих блин там цены на 5000 заказ вот у нас тут по факту ничего особо нет 5 косарей отдал температуру мы уже померили давайте посмотрим врезочку вот в таком виде привез теремок пакетики фирменные упаковка фольгированная и на самом деле ой она прилипает правда на самом деле все горячо но опять-таки это вопрос не к теремку вопрос к доставке они привезли все быстро поэтому тут вопросов нет через фольгу наверно не пикнет но на 33 градуса показывает хотя по факту там горячее ну давай вот ты елки а это еще открыть ты невозможно вот откроем любой блинчик 49 градусов то есть ну горячо напитки скорее комнатной температуры 21 градус не очень гуд другими словами все нормально у теремка вот короче давайте уже смотреть подробно как это все представлено у них я вот когда у них был в живую пробовал я email брал по моему фисташка в с вкусные суши или что а ветчина сыр наверно качапури илья муромец итальяну и кстати мне а нет не доложили еще заказал черный блин у них отдельно пришлось звонить я нашел что у них и черный есть блин терияки я захотел его попробовать так напитки 120 рублей кстати стоит напитки у давай посмотрим ради интереса содержанием 15 процентов 15 процентов содержания содержание сока и вот это стоит 120 рублей что касается комплектации в принципе довольно нормально положили смотри положили вилочки положили ложечки и пару ножей а 4 вилки две ложки и 4 ножа в принципе нормально и вот здесь ложки со всякими супами то есть помимо блинов в теремке есть еще и как бы вторые блюда вот пельмешки сосиски гречка с сосиской блин тоже каких-то денег стоит вообще не стоп гречка сосиска стоить не должна ладно давай уже распаковывать и пробовать теремок на канале пока шеварим смотрите не знаю что случилось с этой упаковкой то ли она температура изогнулась то ли это эффект горячая холодная то есть она втянулась непонятно давай растянем все-таки чуть деформировалась от температуры вот эти плошки значит не совсем подходят под очень горячие блюда и вот столько пельмешек давай с них и начнем раз уж попались на глаза 190 рублей стоит 150 граммов пельмешек и так пельмешки но мне кажется у них они сами делают или для них делают весьма недурно фаршик какой-то судя по цвету это говядина я сейчас решил посмотреть состав пельмени стандартная порция 190 рублей лук репчатый вода окей все начинается все начинается неплохо но дальше мы читаем комплексная пищевая добавка ароматизатор антикислитель аскорбинка ароматизатор в пельменях за 190 рублей это вкусные хорошо и аккуратно сделанные пельмешки но меня удивил состав этих пельмешек то есть непонятно зачем ароматизатор и ароматизатор чего в них как бы просто стандартная пельмешка ну такая же как какая-нибудь сибирская коллекция там цезарь я не знаю и прочее принципе по большому счету 190 рублей за 150 граммов ну наверное нормально если там используется говядина то есть эта цена не шокирующая начинки в них довольно много но все таки вот эта порция она не складывает впечатление что она может стоить 190 рублей потому что ну прям вот ну на донышке на донышке этих пельмешек их раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 пельмешек 17 пельмешками я как человек например любящий пельмешки я бы не наелся вообще никак ни разу они маленькие 17 пельмешек так ладненько все ну давай давай чем следующее попробуем то я все-таки блинчик раздербаним блин нет подожди фисташка это наверно сладкий я хочу начать с блина email email вот сколько существует теремок мне кажется сток существует этот блин блин с грибами в сливках и сыром 38 сантиметров 226 граммов он должен весить 224 минус подложка и вот эта фольга которая в принципе ничего не весит ну небольшой недовес и так блины с грибами в сливочном соусе и сыре упаковка нормальная она сохраняет тепло она фольгированная это хорошо а подложки не есть подложка только хотел сказать что уж лучше короче хорошо что есть подложка вот так скажу и так блин и емэйл стандартные блинчики те кто в теремке были наверное знают эти блины от теремка 200 граммов за сколько мы его купили сейчас посмотрим 302 рубля вот такой блин стоит 200 граммов блина стоит 302 рубля и так давай посмотрим сыр вижу грибы вижу сливки но если вот это вот такая темная жижа она видимо это сливки испачканные в грибах то по идее и сливки я тоже вижу если это она по начинке не густо не пусто нормально ну просто есть и хорошо что есть давай попробуем этот блинчик вообще блины это вкусно это беспроигрышный вариант чего не добавь она будет хорошо это просто хороший обычный блинчик с нормальной начинкой довольно влажный то есть здесь начинки хватает для того чтобы ну в принципе даже не запивать хотя я запью но не по этой причине просто пить хочу не понял морс пшикнул нет он не должен быть газированный вообще-то но 7 0 4 просто он какой-то кисловатый и ощущение что он забродил маленько но это наверно вряд ли сок клюквенный сахар вода не должны пшикать сок вода и сахар так ведь да очень невкусный морс вообще невкусный морс не концентрированы это скорее вот и не знаю кто в 90 их жил помнят такое понятие как юпи вот это вот похоже на юпи не естественный вкус морса хотя это скорее всего готовится из концентрата ну в смысле вот ягоды протираются привозятся вот и ни о чем короче морс 120 рублей вот пожалуйста берут нормально нормальная цена вот за такое качество теремок что поделать вот давай посмотрим следующий блин у нас это блин терияки тот самый до заказанные терияки черный вроде бы черный блин терияки 271 грамм должен весь но мне кажется тут-то все соблюдено он так чуть-чуть по ощущениям потяжелее предыдущего так двести семьдесят пять ну как бы далки тут все выверено вымерено эти елки не совсем удобно эта фольга она все-таки вот неудобно открывается она слишком намертво заклеивается ухты ёпт уголёк а ну что тут особо сказать-то нечего там должна быть курица там сырок соус терияки и лучок да вот моцарелла мы видим лук мы видим курицу мы чуть не особо видела вот и курица до которая обвалена в терияки и вот этот блин как у них написано на сайте если ты не хочешь писать покрашено активированным углем ты должен писать вот так вот для придания блину черного цвета используется пищевой краситель на основе древесного угля вот так вот надо писать чтобы ни у кого не было никаких вопросов давай попробуем понты конечно все эти черные блины блин хотя не неплохо выглядит то есть могло выглядеть хуже когда мало концентрацию угля используешь он серенький становится тут прям нормально угля бахнули так что хорошо покрасилась пахнет приятно в начинке тупо свежий лук в общем как и написано не так так и написано претензий быть не может но это блин странно то есть у тебя вот просто ты ешь сладкую курицу политую соусом немножко чувствуется сыр хотя моцарелла почти безвкусно и и дальше идет как будто ты просто заедаешь это все луковицей тупо сырой лук ну хотя бы я не знаю поджаренный лучок как-то сюда зашел карамелизированный такой хрустящий лук бы сюда зашел просто сырой лук это очень странно не что-то я я на такое пойти не могу я не я не знаю сколько он стоит а игры не могу посмотреть мы с к сожалению не сделали скриншот с места где мы заказывали ну короче вы сейчас видите это на экране но я думаю что он стоит около трехсот рублей и это конечно капец пару кусочков куриной грудки соус терияки и свежерубленный лук у нас следующий два блинчика это ветчина и сыр просто неизменная классика вообще любой блин и я вспоминаю недавно мы делали обзор ну как недавно и муж полгода точно прошло на пицца столица есть такая контора и у них вот блины тоже есть доставка блинов и мы разные от обзора если чё вот здесь вот будет ну или сами найдите короче пицца столица блины и вот там блины стоили весьма адекватных денег ну типа там по 100 150 рублей и и они были вкусные это было действительно клёво в теремке мое мнение цены ну немножко странные немножко станет блин с ветчиной и сыром ну окей о 150 рублей как раз о чем я и говорю все нормально давай посмотрим сколько он по весу он очень легкий на самом деле короче ветчина сыр двойной стоит сто семь шесть рублей сто пятьдесят рублей одинарный короче хрен знает сколько он должен весит капец на сайте нет цен в яндексе еде нет одинарного с ветчиной и сыром у тех ребят которые заняются доставкой теремка нет граммов короче блин 113 граммов стоит 150 рублей ценовую политику поняли да в общем вам мука вода сахар и тесто с солью добавляют немного начинки и все и вот это стоит вот столько блин на самом деле ингредиенты это но простые простые дешевые ингредиенты но вот пожалуйста 150 рублей маленький тонкий кусочек ветчины феноменально и и маленький еще тоньше кусочек сыра одинарный блин с ветчиной и сыром это просто дикая сухомятка нет блинчики вкусные они такие я бы даже не сказал кстати что они нейтральные по вкусу они скорее даже скорее сладкие и это хорошо я тоже домашние блины сделаю я сахара добавляю мне не нравится нейтральные блин им чуть сладки должны быть в теремке они хорошие мягкие такие вот ну-ка как 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 мне нравится но начинка за 150 рублей один тончайший кусочек ветчины и один тончайший кусочек сыра ну чет как то мне кажется не то ладно блин итальяна вот может быть он будет пожирнее я сейчас буду блин в трех в трех приложениях все это искать понимаешь специально сделали так я знаю у меня специально чтобы никакой блин обзорщик не сделал обзор нормально блин итальяна с вялеными помидорами 248 граммов давай вот сначала вот это проверим да о смотри ноль что это вообще 233 а должен 248 недовес в блине итальяна 241 рубль стоит такой блин блин с салями сыром моцарелла вялеными помидорами тертым твердым сыром и свежей зелью заправленной томатным соусом короче это такая пицца пицца формате блина судя по описанию очень жестко все таки конечно прилипает и о смотри тут к это как будто с припеком блинчик вишь возможно кстати и правда с припеком делают здорово мне нравится этот блинчик и ароматик пошел такой вяленых томатов ну смотри хочу собственно смотрите на самом деле начинки не очень много колбаска я не знаю с салями не салями похоже вообще на обычный этот сервелат короче такую полу копченая колбаса вяленых томатов не так-то много соус есть сыр есть и зеленый лук тоже по факту мы его видим итальяну 271 рубль довольно интересный вкус то есть если до этого то что мы ели было очень обыденно и ничего особенного то вот этот пожалуй да то есть вяленые томаты мы во первых не едим каждый день а во вторых мы не едим их каждый день короче вяленые томаты это редкость нашей жизни и в этом блине я почувствовал хотя бы какой-то такой ничего себе ну прикольно мне понравилось в общем блин итальяна несмотря на то что он стоит 241 рубль несмотря на то что небольшой недовес в нем есть мне понравился прям ставлю лайк отлично отлично ладненько давай сделаем паузу на гречку оказывается гречка тоже стоит денег сколько стоит пачка гречки в магазине то есть из килограмма гречки можно сделать во сколько она раза в два на льна увеличивается ну там полтора килограмма условно готовые гречки на тип того то есть за 30 рублей полтора килограмма готовой гречки давай посмотрим за сколько продает это теремок нет я опять таки я отдаю себе отчет что теремки они все находятся в этих в торговых центрах там аренда просто вообще феноменальная что это как-то должно окупаться поэтому я не не особо как бы на цены бомблю но тем не менее это гречка я еще могу понять там когда блин ну и не району себестоимость блина с ветчиной и сыром вот он стоит 150 рублей пока самый дешевый да себестоимость блина с ветчиной и сыром но я просто вангую на рублей ну 30 ну блин ну 50 лан даже если 50 то есть накрутка 300 процентов ну 2 плюс 200 процентов к себестоимости хрен его знает короче вот ладно что касается значит гречки сейчас тоже по философствуем гречка может быть кстати чем угодно они те гречки добавят хочешь паштет короче все что есть в начинках они могут добавить гречки короче сначала за цены давай гречка с котлетами 290 рублей две котлетки весьма крупные кстати вполне наверное даже сосисками 270 рублей так наше меню идем на сайт блин от нее я и как ну почему почему нельзя в одном месте все это сделать не знаю ну вообще на самом деле на самом деле конечно вот эта тема у них франшиза очевидно тоже до чтобы узнать узнать цену тебе надо какой-то адрес найти к заведение это вообще неудобно так каши и гарниры давай посмотрим гречка гречка с капустой яйцом а тут вообще у них у них даже на сайте нет такого понимаешь такого сочетания как вот то что мы взяли мне такое ощущение что это контора где мы заказывали они сами что ли нажарили котлет я че че знаю я не могу посмотреть даже вес ну давай нет по факту как бы это нормальное блюдо тут много гречки тут две большие котлеты то есть я не могу сказать что ну 320 граммов смотри то есть это это на покушать 260 со сессонами все меньше гораздо вот но тут че сказать то блин че говорить это просто котлетки обычные абсолютно да домашние такие нормальные котлетки посмотри а у прям по-домашнему да от души вот мне нравятся такие котлетки я когда это просто котлеты вот на поесть они в бургер вот меня они радуют если такое попадается день в бургере меня это конечно очень печалит и две сосиски ну давай отведаем че у нас че у нас да как абсолютно честная столовская котлетка кстати не сухая довольно довольно ну такая влажненькая гречка хорошо сваренная не очень странно если кто-то сейчас что-то ждет что я ну как-то подытожу котлеты с сосисками это котлеты и сосиски я конечно извиняюсь но покупать сосиски с гречкой это совсем мультон это блюдо совершенно спокойно можно сделать дома абсолютно не имея никаких навыков приготовления что-либо ну просто покупаешь пакетик с гречкой варишь его по инструкции и сосиски подогреваешь в микроволновке или варишь в воде уже как хочешь вот тут то все-таки наверно надо что-то там котлетки пожарить фарша наделать вот поэтому если уж выбирать вот это это капец скажет за 200 рублей продавать вот это за 200 сколько там за 290 я ну может быть может быть хотя все равно странно там 70 процентов блюд занимает дешевая гречка остальные проценты занимают дешевые котлеты дешевые сосиски не знаю мне мне это не понять я короче отложу это в сторону и оставлю наверное на ваш суд готовы ли вы заплатить вот 300 рублей за гречку и котлетки так ладно давай квасок посмотри вот квас ладно квас 120 рублей вкусно кстати пахнет вот квас пахнет вкусно квасочек подожди а там чё интересно там есть какие-то приколы типа ароматизатор нет нормально вообще квасное сусло дрожжи срок годности не подлежит храни срок годности не подлежит хранение первое такое надпись слышу читаю вижу ту короче поняли квасок такой душевный ты знаешь нормальный квасок конечно на 120 рублей за не ладно конечно говорить про цены это вообще мувитон я не буду 120 рублей за морс я бы точно не отдал за этот морс это не морс это просто жишка за квас да тоже бы не отдал я бы лучше за 120 рублей купил бы 2 литра живого кваса царский припас вот ладно чё там следующее попробуем у нас еще опять котлеты я чё заказал еще и с картошкой как те же самые котлеты с картошкой что-то я не понял я уже начинаю путаться ладно давай перейдем к блинам у нас все-таки тут есть еще несколько блинчиков вот один хачапури и один илья муромец вот илья муромец мне нравится я его тоже брал пару раз за свою историю илья муромец там с хреном по моему блин с бужениной под соусом на выбор ну соус на выбор мне не предлагали сыром и зеленью вот там по факту кладется типа сметана с хреном такой давай посмотрим прям наверно его и начнем так сколько он должен весить опять куда куда бы зайти чтобы посмотреть давай на официальный сайт вот илья муромец нашел илья муромец должен весить 313 граммов он действительно самый большой у нас по факту блин из всех что мы сегодня пробовали 313 граммов недовес не до вес стоит илья муромец в общем тоже по богатырски 400 рублей 390 окей 390 я естественно не включая доставку я просто исходя из цен изначальных смотрю где мы заказывали 390 во точно это он вот смотри но тут вообще блин с буженина там буженина это уже сразу плюс бал карме но даже не влазит на тарелочку вижу выковыривается отсюда вот этот вот соус я вот не знаю мне кажется это какой-то все-таки хрен я давно уже был в теремке последний раз мне сейчас сложно блин давай вот отсюда отрежем здесь действительно кусок буженины тут он грибочки положены смотри прям до мягенький довольно крупный кусок свинины тут сыр тут соус и зелень в принципе все на удивление кстати вот фотография на сайте она довольно неплохо отражает содержание то есть там буженина не завышена ну скажем так она показана ровно такой же толщины как у час мы посмотрели в живую это очень радует то есть не пытается нас обмануть как ну вот единственно что сыра по моему сыра выглядит меньше ну такой нормальный мне показалось что в прошлом куске были ощущение такое что как будто буженин немножко заветрен и не учат съел нормально видимо может по краям знаешь как вот бывает колбасе типа там по краям корочка вот она видимо и попалась короче это вкусный блин мне очень нравится вот этот необычный соус вкус такой настоящий русской еды то есть тут грибы тут прямо печеная такая мощная мягкая свинина тут в соус с хреном что еще мор может понадобиться цена ребят давайте так я осуждать не буду за эту стоимость а вы по осуждайте в комментариях то есть 300 граммов блин стоит 390 рублей вот он по факту вкусный но такие деньги я бы заплатил слушая не то что я бы заплатила я реально его брал неоднократно этот блинчик вот когда еще посещал теремок но это был правда давно мне этот блин нравился всегда вот хороший в общем илья муромец прямо одобряю так наравне с итальянским пока у меня вот два блина которые мне понравились там начинки прикольные а вот хачапури вот это заявочка я вообще любитель главный хачапури не тут вот и тут мне значит блин такой предлагают ага 335 рублей стертом сулугуни написано в описании первый перевес за историю сегодняшнего обзора аллилуйя так хачапури блин ну по ощущениям блин как блин только единство вот здесь сыр явно вот где-то в этой части блина угадываю об горочкой и куда-то стекает вниз здесь вот просто тупо давай посмотрим до какого момента тупо не будет сыра а нет здесь уже сыр появляется и здесь сыр есть единственных по бокам только здесь о а здесь сыра нормально короче половина блина фактически без сыра вторая половина блина фактически с нормальным количеством сыра точнее тут сыр с блином тут блин без сыра тут сыр с блином вы поняли ческал давай попробуем если сулугуни то это хорошо это я съел часть ту где якобы довольно много сыра ощущения у меня такие что не тот тут сулугуни который надо бы класть вообще для меня сулугуни у меня несколько королевских сыров моем представлении пармезан обязательно сулугуни и конечно красная цела цена голландские из пятерочки это я шучу так нет но вот сулугуни для меня это один из любимых сыров короче я его люблю я люблю сулугуни не тот который сейчас вот ну как сказать наверно сделали а папа а попсованный вариант которые вот люди покупают там в перекрестке в ленте вот они такие вакууме сухие как вот сухая моцарелла да моцарелла рассольный сыр но и делают сухую чтобы там в пиццу добавлять в быту было бы удобно но то же самое сулугуни делают вот я сколько раз покупал этот сулугуни вот в кругляшках там в магазинах продается или в шариках он бывает в вакууме блин ну шляпа ну не сулугуни но и дни чувствуется сыр вот этого вкуса понимаешь нормально сулугуни это поехал на рынок нашел вот где вот сыр и вот в таких вот вот в белых таких ведрах короче там рассол и там вот эти круги сулугуни там купил жирненький есть бывает меньше жирность бывает больше вот где больше покупайте и вот это будет вкусно короче лучше попросите дать попробовать то что иногда бывает они даже не успевают просолиться короче а здесь вот этот вариант сулугуни который ну блин у него вкуса нет короче ну ты что туда вот просто российского натрешь что костромского какого-нибудь короче фигня серьезно не но он нормальный вот есть можно просто как блинчик сыром но ты когда блин за вот я там илья муромец например покупаю я еще понимаю там нифига сяном хрен буженина там грибы блюда вот нормально еще осетра целого запихнуть вообще будет нормально вот а тут как бы ну сыр то есть просто купил блин сыром но его назвали хачапури и взяли за тебя 200 с тебя 250 рублей да не знаю теремок это странный выбор сыра мне он не вкусный не пойдет все у нас остались сладкие блины еще немножко а супчики подожди у нас есть суп и цезарь ржачный русский цезарь то что я уже открывал видел там на чем поугарать так давай посмотрим супчики уже нос упыта у них до сотки хотя бы не борщ теремковский называется до 100 рубля 182 рубля борщ теремковский стоит пожалуйста 249 грамм 257 нормально сколько лапшичка лапша куриная с фрикадельками двойная а где одинарная 164 рубля 246 грамм 270 нормально жижки доливают все как надо давай попробуем теремковский борщ у них есть еще постные борщи разницы я не понимаю видимо не на мясе а борщ не на мясе это просто свекольник при всем уважении к свекольнику конечно же так ложечки у нас есть хорошие ложечки давай глянем чё нам тут кладут как бы вот чтобы по высоте налитого вы понимали это пол ложки даже одна одна третья часть ложки очень немножко так смета сметана кусками не вмешали тут бекон что-то делает тут еще бекон что-то делает а где просто тупо мясо на котором варили такого нет что ли с беконом сметана и зене короче больше потереком потеремковский это просто борщ но там еще бекон мне нравится позиции заведений когда они добавят что-то странное свое блюдо и назовут это своим именем короче больше потеремковский это более-менее нормальный борщ но в котором есть бекон который там на хрен не нужен короче вот вот такой вот больше потеремковский то есть если оттуда убрать бекон и сделать просто нормальный наваристый борщ без бекона и продавать возможно чуть за более разумные деньги они за 180 рублей двойная порция 230 стоит это суп это жишка тут у нас суп с фрикадельками некоторые фрикадельки аж располовинены они все располовинены чтобы создавался объем по факту тут три фрикадельки куриные если их собрать обратно как конструктор здесь лапша смотри кстати она по размеру такая чтобы в ложке держалась вишни не падала это хорошее решение несколько кусочков моркови и бульончик ну вот и все и немного зелени бульон в принципе нормальный то есть вот куриный вкус чувствуется у него я бы не сказал что он прям куда не знаю из такой деревенской вот на рынок если приходишь у тебя даме вот обычные бройлеры лежат такие роз розовые курицы и такие стрёмно выглядящие желтые худые короче деревенские называется вот их вообще там запекать невозможно но если ты варишь из него бульон причем довольно долго очень классный концентрированный вкус получается вот здесь бульончик сделан как будто бы прям на этих фрикадельках тем не менее вкус есть как бы тут не могу ничего сказать лапшичка морковка то есть это съедобный суп слава богу без бекона какого-либо дополнительного весьма съедобный суп с фрикадельками пойдет больше не пойдет а суп с фрикадельками более-менее ничего такой ладно у нас тут еще немножко по еде что-то осталось и два десертных блинчика русский цезарь 174 рубля 135 граммов нормально минус упаковка значит вот смотри ну тут что-то прям необычное что туда входит куриная грудка салата айсберг твердый сыр миндаль окей блинные чипы блинные то бишь чипсы видимо подсолнечное масло и майонез вообще без всяких тут дополнительных наворотов просто мазик но зато тут есть миндаль блинные чипы это высушенные блины и видимо кстати вкусненько он идет хрустяшки это клёво это очень вкусно и миндаль в общем короче говоря курица курица есть немного но есть куриная грудка салатик вот эти чипы и давай попробуем необычно необычная подача опять-таки они честно назвали это как бы цезарь по-русски назвали это салат цезарь поэтому тут как бы говорить про хоть соус там еще что-то я не буду я щас попробую и в целом по своим ощущениям вот возьму курочку салатик чип этот и все вместе давай бахнем дороже блинные чипы это круто это вкусно это мне понравилось миндаль миндаль не жареный миндаль сырой лепестки сырого миндаля не они никакие соус майонез курица мягкая короче чё сказать по факту чипы это круто все остальное это посредством а майонез в этом салате он просто мазик то есть обычный майонезный салатик с необычными хрустяшками ну вот цезарь мне этот не понравился как бы он не назывался как куриный салатик он мне тоже не понравился я себе в такой брать не брал но вот если бы где-то продавалась пачка блинных чипов я бы взял вот они прикольные так ладно давай тархунец попробуем тархун тархун тоже свой регулятор кислотности красители блин бенза от натрия настой травы и строгона кстати вот смотри ароматизатора нету напиток содержит краситель который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей в общем если вы деть и вы хотите быть активным и внимательным лучше не пить на всякий случай у нас есть еще котлетки с картошкой я котлетки пробовать не буду то что это те же самые котлеты что мы ели а вот картошечку я отсюда пожалуй попробую ну вот картошка с котлетками она как-то чуть мне кажется поприкольнее чем чем гречка с котлеткой там вообще непонятно откуда цена а тут ну хоть с картошкой поморочились что-то подзапекли паприкой посыпали и вкусно нормальная картошка ничего особенного но нормально так банан и фисташка 2 сладких блина в принципе мы уже близки к завершению я понимаю что обзор получается довольно скучный возможно из-за того что я еще все не проснулся может быть из-за того что в целом блин 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 за блин блин за блин и вот это все короче так блин банановый сколько стоит вот вот это вот похоже блин шоколадным кремом банан 266 граммов посмотрим 273 да похоже что это он действительно распакуем до конца об а что-то куда-то куда-то он скатился опять-таки вот по принципу хачапури да обратно обратно это не вернуть а ну че там нутелла или просто какой-то шоколад не просто какой-то шоколадный крем он вытекающий видите просто шоколады дать с маслом со сливками на и что такое и кусочки бананов ну довольно понятное блюдо ничего тут тоже нет такого сверхъестественного чего-то необычного просто шоколадный кремчик и бананы этот дом тоже делается просто довольно давай а а а неплохой блинчик тут очень сложно что-то сказать ну даже вот какую-то критику потому что ну банан достаточно много начинки много шоколад был бы клевее вкуснее конечно если бы тут вместо шоколад была нутелла мне как нравится банан с нутеллой всегда очень хорошо сочетается но тут они сделали сами соус то есть растопили там на этой водяной бане видать шоколад что-то добавили туда чтобы он пожиже был и вот сюда нам дабы в целом вкусно короче мне нравится такой блин одобряю так и вот тут блин с фисташками я фисташки люблю не нормально упаковка мне вот эта упаковочка нравится они от смотри там что-то лучок проглядывает очень похоже что этот блин все-таки не сладкий вот он блин фисташка они были это какой лук это и есть фисташки вот зеленые он должен весить сейчас блин у меня все растекается 179 граммов а должен он 186 все хорошо давай прям вот на этой упаковочке попробуем блин с фисташками то есть там внутри сгуща сгущенка и там внутри фисташки должны быть чё сто семьдесят девять весит а должен стоит 6 недовес получается кстати да правильно дим сказал а я что-то все хорошо уже по инерции просто ляпнул о смотри там смотри нормально фисташек положили смотрите какие фисташки красивые я обожаю как выглядят фисташки довольно много их положено и я очень хочу конечно это отведать блин это же вот сырой орех блин и я расстроился то есть вкуса любой орех вот из моим из моего опыта да он гораздо круче раскрывается когда его температурно как-то обработаешь либо на сухой сковородке подсужишь но тот же кунжут взять до сырой кунжута вообще ни о чем поджаренный кунжут он офигенно вкусный миндаль поджаренный миндаль он офигенно вкусный то же самое фисташки это же тоже орех он он бы раскрыл свой вкус если бы он был бы хоть не не знаю высушен в духовке поджарен на сковородке хоть немножко на это просто жуешь как блин что лесной орех что этот орех особый вкус и не чувствуешь я расстроился в общем ладно мы все попробовали и по факту теремок теремок маленько вот такое ощущение что под застряли где-то вот когда там открылись теремок я не знаю ощущение что вот это вот какая-то такая устаревшая концепция то есть у них ничего не поменялось я вот не говорю я был еще в институте заходил теремок и ел вот это вот илья муромца продавался email продавался ветчина сыром ничего не меняется то есть понимаешь все все это опять-таки не хорошо неплохо это просто как факт раз не меняется значит люди все-таки пользуются хотя тоже я в торговых центрах не вижу очередей в теремок в макдональдс вижу в киевсе вижу в бургер кинг тоже вижу этих странных людей вот но почему-то в теремок как правило там нет очередей в общем очень стран очень странное заведение блины это дешево вот блины как основа это дешево это дешево чем вот та же крошка картошка картошка дороже чем блин по факту вот цена наверное примерно одинаковые вот что здесь поешь в крошке картошки плюс-минус я лучше в крошке картошки поем блинчик сыром там туда брынзы не знаю еще что то вот а так принципе это те же яйца только в профиль как бы те же начинки только в другой упаковке мне кажется и цены высокие мне кажется и еда не интересная за эти цены не я конечно бы было пару зацепок которые мне понравились ну то есть я не могу сказать что илья мурвис мне до сих пор нравится благодаря тому что там хрень то есть блин да вот довольно редко сейчас где ты встречишь там не знаю вот хрена просто понятно я имею в магазинах продается вы можете купить до дома холодец поесть ним например но так вот в ресторанах фастфуд так вроде и нет хрена а он вкусный же поэтому илья мурвис нравится итальянский мне понравился вяленые томаты тоже есть зацепочка какая-то что-то вот такое вот что необычное вот это все ветчина сыр там вот это хачапуриским непонятном сулугуни вот эти фисташки недоделаны вот грибной еще email более-менее до нормальный блин супчик гречка с котлетами то есть какая-то еда какая-то вот она застрял застряла в начале двухтысячных вот такое ощущение бренд поменялся потому что бренд у них новенький там миллионы заплатили чтобы стало ну не мое конечно это считать чужие деньги но вот напитки те же самые ну чё ты такой да 15 процентов морс клюквенный он вообще не вкусный просто жишка вообще нет нет вкуса концентрирует мне кажется туда же 15 процентов нет серьезно еще и газированный короче квасок ничего пить можно и вот этот тархун вообще ни о чем тоже напитки странные цены за них безумно дорогие то есть за такие жишки как бы платить 120 рублей я не готов а ну чипсы блинные еще ничего пойдет чипсы блинные пойдут вот это прикольная находка в общем даже не знаю давай выставим тут получается что доставка не теремка как бы я что цене но я все равно выставим оценки как будто не было добиться того чтобы теремок тебе доехал возможно хоть это не их силами скажем так через агрегаторов или через сторонние компании доставки это может сделать ладно выставим оценки но в целом я грустен я вообще вообще у меня нет эмоций я как начинал обзор такой принципе не особо эмоциональный я так и ушел в конце обзора но остался в этих же эмоциях кто-кто в теремочке живет кто-кто в невысоком живет а живем там мы значит блинчик скучненькие салатик странненькие пельмешки дорогущенькие и гречка по цене боинга короче теремок 69 баллов набирает вы это видите прекрасно на экране я не думаю что тут стоит что-то размусоливать по факту лайк от меня буду ли я заказывать советую ли я посещать буду ли сам посещать пожалуй нет я не могу советовать теремок потому что ну вот потому что вот все что я до этого сказал цена я поставил 3 на мой взгляд это высоко высоко высокие цены они не сказать что неадекватные они за гранью как бы вот есть адекватные цены есть неадекватно есть вот чуть вот между короче вот это вот где-то между потому что ну еще раз говорю вот морс да да ладно давайте откровенно я вот окей все под конец я надеюсь многие не досмотрели до этого момента сейчас все выключают я просто у себя на канале как бы у меня нет больших планов там сильно рассказывать про заведение в котором я участвую в создании которое участвовала сейчас продолжаю там участвовать какими-то своими ну чем могу своими компетенциями я там есть короче вот у нас морс стоит 120 рублей пол литра 120 рублей почему он стоит 120 рублей потому что вот например взять облепиховый морс да берем за основу влепиховый морс я его люблю поэтому облепиховый морс у нас в облепиховом морсе ягод 30 35 процентов это не морс это просто зараза витаминная бомба и вкусовая просто ты пьешь и вот и ты понимаешь то ты можешь что тебе не нужен вот никакой мультитапс и прочие витамины все ты выпил морс где 30 35 процентов морс он стоит 120 рублей если бы мы делали как все он бы стоил 80 90 была бы вот эта жижечка короче такая обычная но обычно поэтому я это могу понять но когда мне продают морс где концентрация там сока 15 процентов это вот по вкусу реально мне кажется здесь хуже вот 15 процентов во вкус вилле морс продаются они вкусные хотя бы а вот эта фигня какая-то я не знаю в чем магия но это невкусный клюквенный морс невкусный изначальный концентрат который они покупают и по факту невкусный продукт который стоит 120 рублей с концентрации сока 15 процентов я просто вот я объясняю да что есть разные морсы что-то может стоить дороже что-то может стоить дешевле и вот есть объяснение 120 рублям у нас и нет объяснения 120 рублям вот здесь потому что это жижка а у нас прям морсище понимаешь короче вот и все вот и все считай первое первое скромное официальное упоминание того что у италия покушеварим есть скромное заведение вместе с витей бурдой который мы открыли где делаем вкусную еду и морс по 120 рублей но офигенный морс короче вот 69 баллов я ничего не хочу объяснять некие баллы мне в целом не вызывает никаких эмоций теремок мне не вызывает эмоции этот обзор и я думаю что у вас тоже такие же примерно какие-то полупустые ощущения в конце этого обзора но такое иногда бывает ребята да фух ладненько спасибо за просмотр извините что так тягомотно может вышло подписывайтесь на инстаграм ставьте лайки под этим роликом и на youtube чик тоже подписывайтесь и колокольчик не забывайте поставить что приходили уведомления все всего вам добро пока кто-кто в теремочке живет так-то в невысоком живет это я мышка наружка это я лягушка квакушка ты кто я зайчик побегай чик можно с вами буду жить